Пишем? Погнали. Сколько денег потратили на подготовку гомельских школ? А в Гродницкой области непогода натворила дел. Дождь размыл несколько дорог и подтопил деревни. Ну а в Гомеле малолетние упыри других слов я подобрать не могу издевались над маленьким щенком. Сегодня 21 августа, среда. В студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В последние годы белорусов атакуют не только стандартные для наших широт мошки и комары, но и кое-кто похлеще. Чего стоят гадюки, которые заполонили дворы в одном из районов Борисова месяц назад? А как вам медузы в Немане, Припяти и Днепре? На Гомельщине своя атмосфера. Из сильно ядовитых насекомых тут водятся южно-русские тарантулы, желтосумный колющий паук и жук-нарвник. А в озерах встречаются циркарии. Это такие жуткие насекомые с раздвоенным хвостом, которые любят внедряться в человеческую кожу. Сильные новости собрали топ-7 ядовитых обитателей Гомельщины, которые могут навредить и даже убить человека. Наш журналист хорошо поработал над этим материалом. Ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео. Стало известно, сколько денег потратили на подготовку гомельских школ к новому учебному году. Подробности пишет Белка. Так паспорта готовности получили все школы, гимназии и детские сады. Всего на подготовку учебных заведений из бюджета потратили 6 миллионов рублей. Примерно половина этой суммы пошла на капитальный ремонт и разработку проектно-сметные документации для него. В некоторых школах поменяли кровли, где-то усилили строительные конструкции. Капремонт провели в 26 учреждениях образования. В этом году школы и гимназии Гомеля распахнут свои двери для более 58 тысяч детей. Из них первоклашек 5600. Первые линейки пройдут 2 сентября. Еще немного о школе. В них будет больше камер видеонаблюдения. На этом настаивает милиция, которая считает, что так проще бороться с юными воришками и любителями вейпов. В МВД рекомендовали поставить камеры не только на главные входы школ, но и коридоры, лестницы, а также холлы. Есть и другие новшества накануне нового учебного года. Так в школах станет больше конторок. Это те же самые парты, только дети учатся за ними стоя. Говорят, полезная штука, ведь детям, особенно в младших классах, сложно усидеть на месте все 45 минут. Ну а как вам такие новшества? А в Гомеле малолетний упыри. Других слов я подобрать не могу. Привязали щенка на ночь к дереву и не давали есть и пить. Спасла животная неравнодушная девушка. Как пишет правда Гомель, героиню зовут Алена. Школьников среднего возраста, которые издевались над щенком, она увидела на Речицком проспекте. Он напоминал скелет, даже скулить не было сил. Малолетки признались, что на ночь привязывали щенка к дереву, не давали пить, но иногда баловали черствым хлебом. У бедняги диагностирована полиорганная недостаточность, его ждет долгое восстановление. Сейчас он на передержке. Щенку 4 месяца, он ласковый, социализированный, рассказала руководитель Гомельского областного общественного объединения защиты животных лапки Юлия Алимова. За лечение собаки в ветклинике нужно отдать 135 рублей. Помочь щенку, пострадавшему от детской жестокости, можно перечислив любую сумму на ЕРИП. Код услуги вы прямо сейчас видите на экранах. А компетентные органы просим обратить внимание на эту ситуацию и найти тех, кто чуть не довел собаку до смерти. Жители Березок жалуются на залежи мусора в поселке и говорят, что свалка растет не первый месяц. Читатели сильных новостей, которые связались с редакцией, рассказывают, что свалка образуется далеко не в одном месте, а сразу в нескольких. Подписчики заверяют, что местная власть в курсе проблемы, но ничего не меняется месяцами. Мусор копится, жители страдают. В подтверждение своих слов подписчики присылают фото. Надеемся, что коммунальщики смогут разобраться с проблемой, а за вывозом мусора дело не станет. А в Гродненской области ночью непогода натворила дел. Дождь размыл несколько дорог и подтопил деревни. Как пишет Белта, после ночного ливня в Гродной области оказались подтопленными 33 частных дома. Уровень воды в некоторых дворах доходил до 60 сантиметров. Возле одной из деревень мост повредило так сильно, что проезд стал невозможен. Благо подобраться к населенному пункту можно с другой стороны. А еще в одной деревне потоки воды размыли дорогу. Сейчас на местах впоследствии ночного ливня устраняют спасатели. В Минобразование пообещали не повышать стоимость обучения в вузах. Но стоит понимать, что цены на обучение зависят от экономических затрат, которые необходимы для организации образовательного процесса в университетах, добавили в ведомстве. В нынешнем году студентами-платниками стали более 16 тысяч человек. Возможно, эта цифра увеличится, потому что прием заочников в аграрные вузы продолжается. К слову, последний раз цены на платное обучение повышались в декабре прошлого года. Тогда рост составил от 3 до 17%. При этом министр образования Андрей Иванец не раз говорил, что в стране как такового платного образования не существует, потому что государство берет на себя порядка 30-50% затрат на подготовку каждого студента. Просчитался, но в чем? В Гомеле задержали мужчину, который в магазине сложил нужные ему продукты в пакет и просто пошел домой. Работник сетевого магазина на улице Бочкина обратил внимание на покупателя, который пытался украсть продукты. Гомельчанин спокойно ходил по торговому залу и складывал в пакет кофе, шоколад и колбасу. А потом не заплатил за товар и вышел на улицу. Несколько позже вора задержала группа отдела охраны. Гомельчанину 50 лет, он нигде не работает. Раньше попадал под суд за кражу, а во время выноса продуктов был не совсем трезв. Но что тут сказать. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok